Отдел 25. Восточный и западный оккультизм. В «Теософист» от марта 1886 года, страница 411, в своем ответе на солнечного сфинкса, один член лондонской ложи Теософского общества писал следующее, врезко. Мы придерживаемся мнения и считаем, что происходящее сейчас возрождение оккультного знания когда-нибудь продемонстрирует, что западная система представляет области восприятия, которые в восточной системе, по меньшей мере настолько, сколько изложено на страницах «Теософист» еще предстоит достичь. Конец врезки. Сноска. Каждый раз, когда на страницах «Теософист» излагались оккультные доктрины, делалось замечание, что предмет изложен не полностью, всегда, когда нельзя было его выдать целиком. И ни один писатель не пытался ввести читателя в заблуждение. Что касается западных областей восприятия, касающихся действительно оккультных доктрин, то восточные оккультисты ознакомились с ними некоторое время тому назад. Поэтому они теперь могут с уверенностью сказать, что Запад может обладать герметической философией как умозрительной системой диалектики, что последнее применяется на Западе очень хорошо, но у него полностью отсутствует знание оккультизма. Настоящий восточный оккультист молчит и остается неизвестным, никогда не опубликовывает того, что знает, и даже редко об этом говорит, ибо он слишком хорошо знает, какое наказание последует за разглашение. Конец сноски Написавший эти слова не является единственным, находящимся в таком заблуждении. Более выдающиеся каббалисты в Соединенных Штатах сказали то же самое. Это только доказывает, что познание западных оккультистов по истинной философии и по областям восприятия и мыслей восточных доктрин очень поверхностной. Это утверждение можно легко доказать наглядно, приведя несколько примеров, представляющих сравнение между двумя истолкованиями одной и той же самой доктрины – герметической универсальной доктрины. Это тем более необходимо потому, что если бы мы пренебрегли такими сравнениями, наш труд был бы неполным. Мы можем взять покойного Лефаса Леви, которого другой западный мистик мистер Кеннет Маккензи по праву называет одним из величайших представителей современной оккультной философии в качестве наилучшего и наиболее ученого толкователя халдейской каббалы и сравнить его учения с учением восточных оккультистов. В его неопубликованных рукописях и письмах, любезно предоставленных в наше распоряжение, одним теософом, который в течение 15 лет был его учеником, мы надеялись обнаружить то, что он не пожелал опубликовать. Однако то, что мы там нашли, весьма нас разочаровало. Так мы будем рассматривать эти его учения как материал, содержащий в себе сущность западного или каббалистического оккультизма, и будем их в дальнейшем анализировать и сравнивать с восточной интерпретацией. Конец врезки. Конец врезки. Короче говоря, божественная сущность или субстанция. Излучения из этого периодически собираются в постепенные формы, от чистого духа до грубой материи. Корень или пространство есть в своем абстрактном присутствии само божество, непроизносимая и неизвестная единая причина. Эйнсов у него также беспредельный, бесконечное и единое единство, без второго и без причины, как пара-брахман. Эйнсов есть неделимая точка и поэтому, как находящийся везде и нигде, есть абсолютное все. Это также есть тьма, потому что это абсолютный свет и корень семи основных космических принципов. Все же Элифас Леви, просто заявляя, что тьма покрывала лицо земли, не показывает, а что тьма в этом смысле есть само божество. И этим он утаивает единственное философское решение этой проблемы для человеческого ума. Ибо он позволяет неосторожному изучающему думать, что под словом «земля» подразумевается наш собственный маленький шарик, атом во Вселенной. Короче говоря, его учение не охватывает оккультной космогонии, а имеет дело просто с оккультной геологией и формированием нашей космической пылинки. Это показано в дальнейшем, где он дает резюме древа сефиротов следующим образом, врезка. Бог есть гармония, астрономия сил и единство вне мира. Конец врезки. Это, кажется, наводит на мысль, а что он учит существованию вне космического бога, таким образом ограничивая и обуславливая и космос, и божественную бесконечность, и вездесущность, которые не могут быть чуждыми ни одному атому или находиться вне его, и б, что пропуская целый докосмический период, так как здесь подразумевается проявленный космос, самый корень оккультного учения. Он объясняет только каббалистическое значение мертвой буквы Библии и книги бытия, оставив ее дух и сущность нетронутыми. Наверняка области восприятия западного ума не очень-то расширятся от такого ограниченного учения. Сказав несколько слов о Тоху-Вах-Боху, значение которого Ордсворт истолковал графически как «полный беспорядок», и пояснив, что этот термин означает «космос», он учит, что врезка. Над темною бездною хаосом были воды. Земля, ля терра, была Тоху-Вах-Боху, то есть в беспорядке, и тьма покрывала лик глуби, и яростное дыхание витало над водами, когда дух воскликнул знак вопроса «Да будет свет!» и стал свет. Таким образом, Земля, наш земной шар, конечно, находилась в состоянии катаклизма. Густые испарения заволакивали громаду неба, земля была покрыта водами, и буйный ветер подымал волны в этом темном океане, когда в один данный момент открылось равновесие, и свет снова появился. Буквы, которые составляют еврейское слово «Берешит», первое слово книги «Бытия», суть, бет, бинер, глагол, проявляющийся в действии, женская буква, затем «реш», слово и жизнь, число 20, диск, умноженный на 2, и алев, духовный принцип, единица, мужская буква. Поместите эти буквы в треугольник, и у вас будет абсолютная единица, которая без того, чтобы быть включенной в числа, создает число, первое проявление, которое есть два. И эти два объединенные гармонии, происшедшие из подобия противоположностей, производят один, только. Вот почему Бога называют «элохим» – множественное число. Конец врезки. Все это очень изобретательно, но очень загадочно, и кроме того, неправильно, ибо вследствие первой фразы «Над темную бездну были воды», ученик этого французского каббалиста уже сбит с правильного пути. Восточный чела увидит это с первого взгляда, и даже профан может усмотреть это, ибо если Тоху Вах Боху находится внизу, а воды сверху, то эти два четко отличаются один от другого, а это не так. Это утверждение является очень важным, поскольку оно целиком изменяет дух и природу космогонии и низводит ее до уровня экзотерической книги бытия. Возможно, что это делалось умышленно. Тоху Вах Боху есть великая глупь и тождественно сводами хаоса или изначальной тьмою. Путем изложения этого факта по-другому. Получается, что и великая глупь, и воды, которые не могут быть разъединены, за исключением как в феноменальном мире, становятся ограниченными в отношении пространства и обусловленными в отношении своей природы. Таким образом, Элифас в своем желании скрыть последнее слово эзотерической философии терпит неудачу, умышленно или иначе, это не имеет значения. В попытке указать на основной принцип единой истинной оккультной философии, а именно на единство и абсолютную однородность единого, вечного божественного элемента, и он делает из этого божества мужского Бога. Затем он говорит врезко. Конец врезки. В самом деле все наоборот. Именно изначальный свет создает слово, или логос, который, в свою очередь, создает физический свет. Чтобы доказать и иллюстрировать то, что он говорит, он приводит следующую фигуру. Посмотрев на этот рисунок, любой восточный оккультист, без сомнений, назовет его магической фигурой левой руки. Он полностью перевернут и изображает собой третью стадию религиозной мысли, распространенную в два пара юги, когда единый принцип уже разделился на мужское и женское, и человечество приблизилось к падению в материальность, что приводит к кале юги. Изучающий восточный оккультизм начертил бы эту фигуру так. Ибо тайная доктрина учит нас, что восстановление Вселенной происходит следующим образом. В периоды нового зарождения вечные движения становятся дыханием. Из дыхания возникает изначальный свет, через сияние которого проявляется вечная мысль, сокрытая во тьме, и это становится словом, мантрой. Сноска. В экзотерическом смысле мантра, или та психическая способность или сила, которая передает восприятие или мысль, есть старшая часть вет, вторая часть которых составлена из брахман. В эзотерической фразеологии мантра есть слово, ставшее плотью или сделанное объективным через божественную магию. Конец сноски. Это есть то мантра или слово, из которого все это, Вселенная, получило существование. Далее Элифас Леви говорит врезко. Это сокрытое божество излучило луч вечную сущность, воды, пространства, и, оплодотворив тем первоначальный зародыш, сущность расширилась, порождая небесного человека, из ума которого родились все формы. Конец врезки. Сноска. Сокровенное значение слова «брахма» есть расширение, увеличение или рост. Конец сноски. Каббала говорит почти то же самое. Чтобы узнать, чему она действительно учит, нужно перевернуть тот порядок, в каком изложил это Элифас Леви, заменив слово «над» словом «в», так как в Абсолюте определенно не может быть никакого «над» или «под». Вот что он говорит врезко. Над водами – могущественное дыхание элохимов, над дыханием – свет, над светом – слово или речь, которая создала его. Мы видим здесь сферы эволюции. Души – знак вопроса, гонимая из темного центра тьмы к сияющей окружности. На дне самого низшего круга находится тоху-вах-боху или хаос, который предшествовал всему проявлению. Найсан-сес – зарождение. Затем – область воды. Затем – дыхание. Затем – свет. И, наконец, слово. Конец врезки. Построение выше приведенных предложений показывает, что ученый Аббат имел определенную склонность антропоморфизировать творение, даже если последнее пришлось бы формировать из предсуществующего материала, как это довольно ясно показывает Зогар. Вот как этот великий западный каббалист выпутывается из затруднения. Он молчит на первой стадии эволюции и выдумывает второй хаос. Так он говорит врезко. Тоху-вах-боху есть латинский лимбус или сумерки утра и вечера жизни. Сноска. Почему бы сразу не дать богословского толкования этого слова, какое мы находим у Вебстера. У римских католиков оно означает просто чистилище, промежуточная область между небесами и адом. Лимбус патрум и лимбус инфантум. Одно для всех людей – хороших, плохих или безразличных, другое для душ – некрещенных детей. У древних это просто означало то, что в эзотерическом буддизме названо камалока между девочаном и овичи. Конец сноски. Он разлагается непрерывно, и труд разложения ускоряется, так как мир продвигается к возрождению сноски. Как хаос – вечный элемент, не как камалока надо полагать. Доказательство, что под этим словом Элифас Леви подразумевает самую низшую область земной Акаши. Очевидно, он имеет в виду только наш периодический мир или земной шар. Конец сносок. Тоху вах, богу евреев, не есть в точности тот беспорядок, который греки называют хаосом, и описание которого мы находим в начале метаморфоса видия – это есть нечто большее и более глубокое, это есть основание религии, это есть философское подтверждение нематериальности бога. Конец врезки. Скорее, это подтверждение материальности личного бога. Если человеку надо искать своего бога в гадосе древних, ибо тоху вах, богу или лимб, греков, есть зал гадоса, то нечего больше удивляться обвинениям, выдвигаемым церковью против ведьм и колдунов, знатоков западного каббализма, что они обожают козла Мендеса или Дьявола, персонифицируемого некоторыми привидениями и элементалами, но перед лицом той задачи, которую поставил перед собой Элифас Леви, задачи примирения еврейской магии с римским духовенством, он ничего другого не мог сказать. Затем он объясняет первую фразу из книги Бытия врезко. Отложим в сторону обычный перевод священных текстов и посмотрим, что скрыто в первой главе книги Бытия. Конец врезки. Затем он приводит еврейский текст совершенно правильно, но транслитерирует его так. Врезко. Берешитх Бара Элоим Утх Ашамам Оуатти Аарас Оуарас Айете Тоху Вах Боху Оуимас Элси Раи Авур Оу Иаи Аур Конец врезки. И затем он объясняет. Первое слово Берешитх означает Генезис Слово Равнозначащее природе. Акту зарождение или производство утверждаем мы о неприроде. Затем он продолжает врезко. Эта фраза в Библии неправильно переведена. Это не в начале, ибо оно должно быть в стадии порождающей силы. Сноска в новом пробуждении сил было бы более правильно конец сноски, что таким образом исключило бы всякую идею об экс-нихило, так как ничто не может производить что-то. Слово Элоим или Элохим означает порождающие силы. И таков оккультный смысл первого стиха. Берешит природа или генезис Бара сотворил Элоим силы Атхатх Ашамаим небеса Оуат и Оарис землю то есть порождающие потенции творили неограниченно вечно те силы, которые являются уравновешенными противоположениями, что мы называем небом и землею, подразумевая пространство и тела, летучее и закрепленное движение и вес конец врезки сноска. Действие, которое не прекращается в вечности, нельзя назвать творением. Это эволюция и вечное или постоянное становление греческого философа и индусского ведантиста. Это сад и единое бытие парменида или бытие идентичное с мыслью. Теперь, как можно говорить о потенциях, что они создают движение, если видно, что движение никогда не имело начала, но существовало в вечности? Почему не сказать, что снова пробужденные потенции перенесли движение из вечного во временный план бытия? Определенно, это не есть творение. Христианская религия заставила замолчать изрекающих лож оракулов и язычников и положила конец престижу ложных богов. Конец врезки. Он обещает доказать в своем труде, что действительное санктум регнум, великое магическое искусство, есть в той звезде Вифлеема, которая вела трех магов на поклонение спасителю мира. Он говорит врезко, мы докажем, что изучение священной пентаграммы должно было привести всех магов к познанию нового имени, которое должно быть вознесено выше всех имен и перед которым каждое существо, способное на поклонение, должно преклонить свои колени. Конец врезки. Это показывает, что Каббала Элифаса Ливи есть мистическое христианство, а не оккультизм, ибо оккультизм всемирный и не знает разницы между спасителями или великими аватарами нескольких древних народов. Элифас Ливи не является исключением в проповедовании христианства под маской каббализма. Он был бесспорно величайшим представителем современной оккультной философии в том виде, как она изучается в римско-католических странах вообще, где она приспособлена к предубеждениям изучающих христиан. Но он никогда не учил настоящей всемирной каббале и менее всего восточному оккультизму. Пусть изучающий сравнивает западное и восточное учения, и пусть посмотрит, нужно ли философии упанишат еще достигать области восприятия этой западной системы. Каждый имеет право защищать ту систему, которой он отдает предпочтение, но занимаясь этим, нет необходимости набрасывать пятна на систему своего брата. Ввиду великого сходства между многими основными истинами в кавычках, христианства и мифами в кавычках, брахманизма, в посреднее время предпринимались серьезные попытки доказать, что Бхагавадгита и большинство брахман и Пуран появилось значительно позднее, нежели Моисеевы книги и даже Евангелие. Но если бы было возможно достичь насильственного успеха в этом направлении, то все равно такие доказательства не могут достичь своей цели, потому что остается Ригведа. Будучи приближенной к наиболее современным границам приписываемой ей эпохи, она все равно перекрывает по давности пяти книжия, которые по общему признанию более поздние. Востоковеды хорошо знают, что они не могут отделаться от вех, по которым проследовали все последующие религии, установленные в той Библии человечества, называемой Ригведой. Именно здесь, на самой заре разумного человечества, были заложены камни основания всех вероучений и религий, всех храмов и церквей, построенных от первого до последнего, и они все еще тут. Общемировые мифы олицетворения божественных и космических сил, первичных и вторичных, и исторические персонажи всех, как ныне существующих, так и угасших религий находимы в семи главных божествах и в их трехстах тридцати миллионах соотношений Ригведы и те семеро с добавочными миллионами суть лучи единой беспредельной единиц. Но к этому никогда не может быть вознесено поклонение профанов. Это может быть только предметом наиболее абстрактной медитации, каковую практикуют индусы для того, чтобы достичь слияния с ним. В начале каждой зари творения, вечный свет, который есть тьма, принимает аспект так называемого хаоса, хаоса для человеческого разума, вечного корня для сверхчеловеческого или духовного чувства. Азирис есть черный бог. Это были те слова, которые произносились тихим голосом при посвящении в Египте, потому что Азирис Номен есть тьма для смертного, в этом хаосе образовались воды, матери Зида, Адити и так далее. Они суть те воды жизни, в которых первоначальные зародыши создаются или, скорее, вновь пробуждаются изначальным светом Пурушоттама или Божественный Дух в своем качестве Нараяны, витающего над водами пространства, оплодотворяет и вливает дыхание жизни в этот зародыш, который становится золотым мировым яйцом, в котором создается мужской Брахма и из него появляются первые Праджапати, Господь существ, и становится прародителем человечества. Сноска. Вайшнавы, которые рассматривают Вишну как верховного бога и воятеля Вселенной считают, что Брахма возник из пупа Вишну, нетленного или, вернее, из лотоса, который из него вырос. Но пуп здесь означает центральную точку, математический символ бесконечности или пара Брахмана единого без второго. Конец сноски. И хотя это не он, но абсолют, про которого сказано, что он содержит Вселенную в себе, все же обязанность мужского Брахма проявить ее в видимой форме, отсюда вытекает, что он должен быть связан с произведением пород и принимает, подобно и Егове, и другим мужским богам, в последующем антропоморфизме фаллический символ. В лучшем случае, каждый такой мужской бог, отец всего, становится прототипным человеком. Между ним и бесконечным божеством простирается бездна. В теистических религиях личных богов последние деградированы с абстрактных сил физические потенции. Вода жизни, глубь матери природы, в антропоморфических религиях рассматривается в ее земном аспекте. Посмотрите, какую святую она становится посредством богословской магии. Она считается священной и обожествляется ныне, как и в старину, почти во всех религиях. Но если христиане пользуются ею в качестве духовного очистителя при крещении и молитве, если индусы почитают свои священные потоки, пруды и реки, если парсы, магометане и христиане одинаково верят в ее действенность, то, наверное, эта стихия должна иметь какое-то большое и оккультное значение. В оккультизме она означает пятый принцип космоса в низшей семеричности, ибо вся видимая вселенная была построена водою, говорят каббалисты, которые знают разницу между двумя водами, водами жизни и водами спасения, так спутанными вместе в догматических религиях. Царь-проповедник говорит о самом себе, Врезка «Я, проповедник, был царем над Израилем в Иерусалиме и предал я сердце свое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом». Экклесиаст Книга 1, глава 12, стих 13. Конец Врезки Говоря о великом труде и славе элохимов, объединенных в английской Библии в Господь Бог, одеянием которого, как он говорит, является свет, а небеса завесую, он ссылается на строителя врезка, который кладет балки своих палат в водах. Псалтырь 104, 2, 3. То есть на божественный сон сефиротов, которые построили вселенную изглуби, вот хаос, сноска. Вероятно, здесь нет надобности говорить о том, что все знают. Перевод протестантской Библии не представляет собою передачи слова в слово более ранних греческой и латинской Библии. Очень часто смысл искажен и слово Бог поставлено там, где стояло и Ахве и элохим. Конец сноски. Моисей и Фалес были правы, говоря, что только земля и вода могут дать живую душу, так как вода на этом плане является принципом всего. Моисей был посвященным, Фалес философом, то есть ученым, так как эти слова в его дни были синонимами. Сокровенное значение этого заключается в том, что вода и земля в книгах Моисея являются символами первичной материи и творческого женского принципа на нашем плане. В Египте Азерис был огонь, а Эзида была земля или ее синоним вода. Эти две противоположных стихии, именно вследствие их противоположных свойств, необходимы одна другой для общей цели, цели произведения потомства. Земле нужны солнечное, тепло и дождь, чтобы дать своим зародышам всход, но эти порождающие свойства огня и воды или духа и материи являются символами только физического порождения. В то время как еврейские каббалисты символизировали эти стихии только в их применении к вещам проявленным и почитали их как эмблемы производства земной жизни, восточная философия отмечала их только как иллюзорную эманацию их духовных прототипов и никакая нечистая или неблагородная мысль не пачкала ее эзотерический религиозный символизм. Хаос, как уже было доказано в другом месте есть Теос, который становится космосом, он есть пространство содержатель всего во вселенной. Как утверждает оккультное учение халдеи, египтяне и все другие народы называли его Туху-Вах-Боху или хаос беспорядок, потому что пространство есть великое кладовое творение, откуда исходят не только формы, но также идеи, которые могут получить свое выражение только через логоса, слово, вербум или звук. Числа один, два, три, четыре являются последовательными эманациями из матери пространства по мере того, как она образовывает, спускаясь вниз, свое одеяние, расстилая его по семи ступеням творения, сноска. Чтобы избегнуть неправильного понимания слова творения, так часто употребляемого нами, можно привести замечание автора «Through the gates of gold» вследствие его ясности и простоты. Слово «творить» обычными умами понимается, как сообщающее идею создания чего-то из ничего. Ясно, что значение этого слова не такое. Мы обязаны мысленно снабдить нашего Творца хаосом, из которого он будет создавать миры. Земледелец, являющийся типичным производителем общественной жизни, должен иметь свой материал, свою землю, свое небо, дождь и солнце и семена, чтобы поместить их в землю. Из ничего он ничего производить не может. Из пустоты природа не может возникнуть. Где-то позади или внутри существует тот материал, из которого она, по нашему желанию, формируется во Вселенную. Страница 72. Конец сноски. Волна возвращается к себе, когда один конец соединяется с другим в бесконечности и проявлены числа 4, 3 и 2, так как это единственная сторона завеса, которую мы можем воспринять. Первое число же затеряно в его недоступном уединении. Отец, который есть беспредельное время, порождает Матерь, которая есть бесконечное пространство вечности. И Матерь порождает Отца в Манвантарах, которые с участием продолжительностей в тот день, когда мир становится единым океаном. Тогда Матерь становится Нара водами, великой глубью, для Хара Верховного Духа, чтобы он покоился или двигался на ней, когда, как сказано, 1, 2, 3, 4, спускаются и пребывают в мире невидимого, в то время, как 4, 3, 2 становится пределами в видимом мире, чтобы иметь дело с проявлениями Отца времени. Сноска. Комментарий к станцию 9 о циклах. Это относится к Маха-югам, которая в цифрах становится 4, 3, 2 и с прибавлением нолей 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, что числовая величина тоху-вах-боху или хаоса в Библии, каковой хаос, разумеется, есть матерь, глубь или воды пространства, давала бы те же самые цифры, ибо это есть то, что найдено в одной каббалистической рукописи, врезка. Про небо и землю сказано во втором стихе книги Бытия, что они были хаос и беспорядок, то есть они были тоху-вах-боху, и тьма была над ликом глуби, то есть у совершенного материала, из которого предстояло построить здание, отсутствовала организация. Порядок однозначных чисел этих слов, как они стоят, то есть букв, переведенных на их числовые величины, представляет собою 6 526 654 и 2386 сноска, или, читая справа налево, буквы и соответствующие им числа стоят, так, Т 4, Х 5, В 6, В 6, БХ 2, Х 5, В или W 6, что дает Тху-в-бху, 4 миллиона, 566 тысяч, 256, или Туху-вах-боху, конец сноски. На искусственном языке они являются ключевыми рабочими числами, как попало перемешанными, зародышами и ключами строения, и должны быть опознаны один за другим, как применяются и требуются. Они следуют симметрично в этом труде, как непосредственно последующие за первой фразой великого провозглашения «В Раш развились боги, небеса и земля». Помножим числа букв ТОХУ-ВАХ-БОХУ вместе, непрерывно справа налево, откладывая подряд отдельное произведение по мере продвижения, и мы получим следующие ряды значений А 30 60 360 2160 10 800 43 200 или характеризующими однозначными числами 3 6 36 216 108 432 Б 20 120 720 1440 7200 или 2 12 72 144 72 432 Ряды, завершающиеся числом 432, одним из наиболее знаменитых чисел древности, которое, хотя и в затемненном значении, появляется в хронологии вплоть до потопа. Сноска рукопись мистера Ральстона Скиннера. Конец врезки. Это показывает, что еврейское обращение с числами должно быть пришло к евреям из Индии. Как мы уже видели, заключительными ряды чисел дают, кроме многих других комбинаций числа 108 и 1008, число имен Вишну, отсюда в четках йога 108 зерен и завершаются числом 432, истинно знаменитым числом в индийской и халдейской древности, появляясь в цикле 4 миллионов 320 тысяч лет в первой и в 432 тысячах годов в продолжительности халдейских божественных династий. Отдел 25 5-й.